Всем доброго времени суток, друзья! Вы на канале Девайс. Сегодня в видео мы рассмотрим две отличные сборки на 50 тысяч рублей. Одна из них будет для любителей AMD на процессоре Ryzen, другая на Intel. Сборки отлично подходят для игр в Full HD разрешении с высокими и максимальными настройками. В сборку были выбраны оптимальные комплектующие по соотношению цена-качество. Давайте же перейдем к комплектующим. Процессор от AMD будет установлен в материнскую плату на IP450 чипсете от компании Gigabyte. Материнская плата среднеценового сегмента имеет 7 фаз питания, что будет кстати для нашего процессора. Компоненты VRM накрыты радиатором, это поможет отводить тепло из них при предельных максимальных нагрузках. Также на плате имеется 4 разъема под оперативную память, что дает возможность в будущем делать апгрейд при необходимости. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ составляет 3200 МГц. На материнской плате имеется 4 сата разъема и 1 М2. Задняя панель оснащена 8 разъемами USB, что позволит подключить всевозможные устройства и ставить телефоны и гаджеты на зарядку. Для синей сборки также выбрана хорошая материнская плата на чипсете B360 от компании Asus. У нее также имеется 4 слота под ОЗУ, но максимальная рабочая частота меньше, чем у материнки под AMD и составляет 2666 МГц. В нашей сборке это нельзя записать к минусам, потому что оперативная память, которую я выбрал, работает на частоте 2666 МГц, и в данной сборке преимущества у AMD в частоте ОЗУ не будет. Из плюсов можно отметить 4 разъема сата и 2 разъема под М2 накопители. Это позволит установить множество жестких дисков для хранения информации. USB портов тут также достаточно, 7 штук. Процессором в сборке на AMD будет Ryzen 2600X. Он уже не новинка рынка, и цена на него достаточно сильно снизилась. Из-за этого популярность камня выросла еще сильнее, и некоторые магазины могут завышать на него цены. Процессор отлично показывает себя в рабочих приложениях, очень хорош в программах для рендера и в целом показывает прекрасные результаты в приложениях, которые могут использовать всю многопоточность процессора. Быстродействием программ не ограничиваются плюсы процессора, он также выдает большие показатели FPS в играх. Базовая частота процессора 3,6 ГГц на всех ядрах, с возможностью буста до 4,2 ГГц. Единственным минусом можно выделить большое тепловыделение процессора. При работе круглосуточно на максимальной загрузке в пике температура может быть не совсем удовлетворительной при использовании боксового охлаждения. Но чтобы подобного не происходило, я включил в сборку башенный кулер с теплотрубками, он не даст процессору перегреваться. Для Intel был выбран уже знакомый и достаточно популярный i5-9400F, процессор без графического видеоядра, за которое нет смысла переплачивать, ведь мы им пользоваться не будем, для этого у нас будет хорошая дискретная видеокарта. Процессор отлично подходит для игр, несмотря на то, что имеет вдвое меньшее количество потоков, чем конкурент от AMD. Благодаря технологии турбобуста процессор работает на полную мощность в тяжелых и требовательных играх. В турбобусте частота процессора достигает 4,1 ГГц на все ядра, при базовой работе частота будет 2,9 ГГц. Версию я выбрал OEM, чтобы не переплачивать за боксовое охлаждение, которое нам не понадобится. Кулер в наших сборках будет от компании Deepcool. Хорошая модель Game X300 с большим 120-мм вентилятором и тремя медными тепловыми трубками, которые отведут все тепло от наших процессоров, не давая им перегреваться и сбрасывать частоты при продолжительных нагрузках. Для наших сборок я взял оперативную память Crucial Ballistics в объеме 8 ГБ двумя бланками, чтобы работал двухканальный режим, который даст дополнительную, можно сказать, бесплатную прибавку в FPS. Планки работают на частоте 2666 МГц, это максимальная универсальная частота для наших сборок. Если взять планки с большей частотой, материнская плата на Intel не будет выжимать из них максимум. Можно было подобрать ОЗУ с более низкими таймингами, но из-за этого существенно бы выросла цена, а в бюджете мы ограничены. В сборке до 50 тысяч рублей у нас будет установлен достаточно объемный SSD-накопитель на 480 ГБ. Этого будет с большим запасом достаточно для установки операционной системы, тяжелых объемных рабочих приложений и даже останется место для установки нескольких игр, чтобы их запуск и загрузки между уровнями были максимально приятными. Скорость записи на SSD составляет 500 МБ в секунду, а скорость считывания 540 МБ в секунду. Достаточно бюджетный, но качественный накопитель как раз для нашей игровой сборки. FPS, конечно, не добавит, но общее пользование ПК сделает намного приятнее. Под файлы в сборку добавлен жесткий диск WD Blue на 2 ТБ. Большой объем жесткого диска и отсутствие на нем операционной системы позволяет забивать его всевозможной информацией до максимума, не боясь, что система начнет долго загружаться. Объемов 2 ТБ будет достаточно для установки всех необходимых игр и хранения личных файлов. Видеокарта в наших бюджетно-игровых сборках является главным компонентом. Выбор был сделан в пользу 1660 Super из-за снизившейся на нее цены. Основным отличием видеокарты от обычной 1660 является наличие памяти GDDR6, что значительно увеличило частоту работы памяти и ее пропускную способность. Вместе с этим вырос и FPS в играх. Карта в связке с нашими процессорами позволяет играть во все современные игры с высокими настройками в разрешении Full HD. Отличное решение среднебюджетного сегмента видеокарт. На нее постоянно выходят обновления драйверов, которые по-прежнему улучшают производительность в актуальных играх. Сама карта не горячая, вентиляторы работают тихо и редко, когда работают в полную мощность. Потребляемая мощность у видеокарты значительно ниже, чем у конкурентов из AMD, что является еще одним ее плюсом. Блок питания для наших достаточно дорогих комплектующих был выбран качественный. За свою небольшую цену мы получаем честные 500 ватт питания, сертификат 80 плюс бронз, компоненты внутри блока питания японского производства, что еще больше добавляет уверенности в качестве. БП практически всегда холодный даже при длительных стресс-тестах. Одним из больших плюсов является тихая работа блока питания, его практически не слышно во время нагрузок ПК. Качественный вентилятор с легкостью справляется с охлаждением. Что же, по наличию кабелей, их более чем достаточно. Тут 6 разъемов питания для SATA, что дает возможность подключить дополнительные накопители. Питание в 500 ватт с запасом хватит для питания всех наших комплектующих. Все наши комплектующие будут установлены в кулер Master N200. Корпус выполнен из хорошей стали и имеет общий вес 4,3 кг. Конструкция корпуса позволяет спрятать провода за задней стенкой корпуса. Корпус просторный, максимальный размер видеокарты до 355 мм, что очень много. Максимальный размер устанавливаемого кулера для процессора до 160 мм. Важным моментом является наличие предустановленных трех вентиляторов в корпусе, которые хорошо помогают продуву корпуса и не позволяют нагреваться комплектующим внутри него. Теперь перейдем к самому интересному, к тестам в играх. Обе сборки в играх прекрасно себя показывают, поэтому настройки графики были выставлены максимальные, чтобы нагрузить наши комплектующие. Из тестов видно, что при ультра настройках графики в любых, даже самых требовательных играх, показатели всегда выше 30 фпс, что будет достаточно для комфортного прохождения одиночных кампаний с наслаждением красотой графики и пейзажами. В играх немного сильнее сборка на Intel из-за хорошей тактовой частоты. На этом сборка закончена. Хочу напомнить, что актуальные цены на все комплектующие из ролика вы можете посмотреть, перейдя по ссылкам в описании под видео. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, делитесь своим мнением в комментариях, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить выхода новых видео. С вами был канал Девайс, пока!